Положить на твёрдую поверхность и прямыми руками в район солнечного сплетения, два пальца над диафрагмой, вставляют руки, давится вот этой частью, вторая рука сверху. И всем весом нажимается в грудную плетку. Этот манекен появился в городском центре туризма в прошлом году. Он реагирует не только на массаж сердца, но и на искусственное дыхание. Если ученик всё делает правильно и не забывает запрокинуть голову пострадавшего, его грудь наполняется воздухом, а значит, урок прошёл успешно. К нам ещё приехала новая оборудование, это страховочная система, вот они, карабины альпинистские и верёвки. С ним приехали ещё новые каски альпинистские, очень удобные и хорошие. В предыдущие два года на оснащение секций и школ города направляли в рамках различных программ и нацпроектов по 50 миллионов рублей. В 2022 сумма выросла вдвое. Образовательные учреждения получат сразу 100 миллионов. Деньги распределяют по итогам конкурса. Деньги будут поступать поэтапно в течение года по заключенному соглашению между городом и Министерством образования. Эти учреждения уже определены, составлена карта взаимодействия. В третий раз попал в список и центр туристической подготовки. Если в 20-м там закупили палатки, рации и спальники, в 21-м – велосипеды, то в 22-м в планах приобрести оснащение для водного туризма. Раньше у нас было оборудование, ну, его почти не было, немножко совсем. Из рук в руки переходило. Мы практически резко занимались. Чтобы один ребёнок был полностью укомплектован, для занятий в таком кружке нужна немалая сумма. Около 40-50 тысяч нужно. Это, во-первых, хорошая обувь, хорошая одежда. Допустим, это должна быть сменная одежда. Это должны быть тёплые куртки, шапки, рюкзак, спальник. Ну, и по сезонам. На сегодня в центре занимаются больше тысячи детей. Теперь они будут меньше времени проводить в классах, больше в полях. А значит, интерес к такому хобби будет только расти. Ася Касьянова, Сергей Медведев. Новости дня.